Такая ситуация вынуждает правительство заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием. Это затратно, малоэффективно и противоречит принципам рыночной экономики. Кроме того, на фоне снижения кредитования реального сектора, фокус деятельности банков сместился на предоставление потребительских займов. Это привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности граждан. Принятое мною в 2019 году решение списать беззалоговые кредиты 500 тысячам граждан, а также вступившие в силу закон о банкротстве физических лиц, снизили остроту вопроса. Но для кардинального исправления ситуации требуются новые системные меры. В то же время крайне важно повышать финансовую грамотность самих граждан. Соның арқасында еліміздің 8 аймағында 20 мынан астамадам қаржылық сауатын арттырды. Олардың көпшілігі он және одан дөкіп несие алған адамдар. Бұл жоба аз уақытта өзінің тиімділін көрсетті. Үкіметке Аманат партиясынен бірлесіп, оның ауқының кейтуды тапсырамын. Қаржсыз қоғам жобасының егілігін бүкіл еліміз көруға жетті.